КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ И, пожалуйста, не забудьте лайкнуть, комментировать, делиться и сохранять. Сегодняшняя дата в Архангельском календаре. Бесконечность 0 М. Час ночи 4 Е. Бесконечность Б. 137 788. Бесконечность Б. 1 ТТ. Бесконечность. Гайя остается в воздухе уже второй день подряд, так как мы приближаемся к дате жесткого прыжка по временной шкале и приближаемся к ней, мы будем прикладывать все усилия на палубе. Нам нужно, чтобы все были готовы к этому, даже если это действительно произойдет, потому что мы не получаем информацию до дня, так как существует слишком много временных переменных, чтобы сделать это на расстоянии. Сообщалось, что вулканы всплывают, просыпаются и встряхиваются в новых местах, и это именно то, что мы видим. Важной частью этой истории является то, что является причиной этого на самом деле, поскольку сдвиг полюсов увеличивается со скоростью и будет завершен намного раньше, чем ожидалось. В озерах Северной и Южной Америки много скрытых кораблей, большинство из которых бездействовали тысячи лет. Эти корабли находятся на автопилоте, чтобы проснуться и изменить положение в это точное место и время, что связано с изменением положения арктических полюсов. У нас также есть тактические операции, проводимые Сирианским Плеецким Арктурским Альянсом, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что наше небо будет переполнено в течение следующих шесть восходов. Я много писал о том, чтобы не спорить о семантике, потому что в Квантовой Вселенной множественные истины могут существовать гармонично и противоречиво одновременно. Если вы не можете переварить то, что мы живем в море бесконечных сценариев, из которых мы знаем только об одном из них, то не один, если это не составит вам. Это означает, что любой из нас мог прийти из Вселенной, где яд полезен для вас, а воздух делает вас ростом о в сто футов. Он должен существовать, как и в квантовой механике, все возможности должны существовать одновременно. Это делает все аспекты истины очень актуальными, только если они, конечно, резонируют с душой наблюдателя, но их не следует путать и с Евангелием другого. Мы должны помнить, что наша квантовая мультивселенная позволяет использовать многие различные перспективы, потому что время – это физическое направление, в котором нужно двигаться. Мы ясно увидели, что проявилось в принудительном согласии, а в эту новую эпоху мы дадим свободу разнообразия, особенно в уме. Я нахожу этот менталитет страха перед другими убеждениями параллельным гомофобией, как будто вы так обижены чьими-то мыслями о сексуальности, это только потому, что вы подавляете свои собственные желания по этой теме, а не потому, что кто-то на самом деле причиняет вам вред. Вы просто вызваны своим собственным внутренним духом, который призывал вас сделать то же самое, но вы решили не делать этого по какой-либо причине. Нет ничего более болезненного, чем не жить своей правдой, и мы должны сочувствовать тем, кто пока не может. Архангелы абсолютно не заинтересованы в выклонении или восхищении, просто чтобы помочь человечеству в переходе от тьмы к свету. При этом для этого необходимо здоровое уважение и развитые рабочие отношения. Это не занимает место твердой веры в себя, но позволяет вам работать с архангелами очень прямым образом, как единое целое. Не заблуждайтесь об этом, ваша цель – быть независимой силой Вселенной и ни на что не опираться. Большинство гуманитарных наук 7,8 миллиарда человек еще недостаточно верят в свою способность метафизически работать. Если это не так, и для большинства работников Лайт это не так, не стесняйтесь использовать свои собственные инструменты и способности для выполнения заданий. Для других ниже приведенные инструменты помогут вам преодолеть разрыв в убеждениях, так как ваше вероусказанное существо также вступит и в игру. Следующие инструменты будут доступны только до отметки следующего архангельского дня, официальное сообщение следующих дней, если вы поймете это позднее. Вы можете использовать текущие ежедневные инструменты для предыдущих заданий. Представьте, что вы используете эти инструменты с чистым сердцем и намерениями. Предупреждение всем, кто пытается уступить недостойным, эти вещи имеют свою волю. Пожалуйста, запомните, что вы хотите оборудовать. Пассивный равно нет необходимости использовать или вооружать, он будет работать сам по себе, когда вы примете его присутствие. Все, что вам нужно сделать, это дать разрешение, и оно будет действовать от вашего имени. Активный равно намерение, необходимое для использования. Агрессивный равно атакует, прежде чем что-либо может причинить вам вред. Активный, пассивный и агрессивный в любой точке вселенной. Команда Violet Flame перешла на полное число, равное 9. Это будет очень дикая поездка в отделе изменений, но так как мы установили 9 и в отделе фиолетового пламени, вы можете убедиться, что все движения в божественном заказ. Команда «фиолетового пламени» выглядит следующим образом и не в определенном порядке. Архангел Задикиль, Архангел Жермен, Архангел Ансиль, Архангел Орион, Архангел Рагуэл, Архангел Бриатус, Архангел Сабла, Архангел Эммануил, Архангел Батколь, Архангела Эв, Архангел Адонцель, Архангел Адонцель, Архангел Адонцель, Архангел Адоназель, 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 Архангел Лузил, Архангел Аишма, Архангел Абаздашон, Архангел Галезур и Архангел Харахиль. Активный лонг и шорт рейч. Легендарный меч Архангела Михаила может справиться с чем угодно, поскольку он абсолютно всемогущ, нет такого уровня сознания, которого можно было бы достичь, если бы он не мог пробиться сквозь него. Это также удивительное оружие против электроники и технологий, поскольку оно может превзойти любые схемы. Активный большой диапазон, пассивный, активный и агрессивный короткий диапазон. Сияющие поля Архангела Исака очень похожи на силовое поле Магнитоса и реагируют на любую форму жизни, либо любящей энергии, либо трансмутационным взрывом огромной силы. Пассивные и агрессивные, длинные или короткие дистанции в вашей юрисдикции. Мечи изобилия Архангела Льва, пассивный и агрессивный атакующий меч, обладающий полной собственной волей. Не пытайтесь уступать вообще, вы будете только мешать, экипироваться и уходить. Пассивный. Хронология временной шкалы Архангела Астерата приводит вас к более высокой временной шкале, чем вы рассчитывали. Независимо от того, когда или где мы прыгнем, это всегда приведет вас к дороге или два выше. Это в основном делает все лучше по всем направлениям. Пассивный и агрессивный ближний, активный дальний. Жезл Архангела Саки Дехази измеряет сердца всего живого и неживого. Он оценивает его достоинства для себя и либо поощряет его рост, либо уменьшает свое влияние на нашу физическую реальность. Этот инструмент очень похож на карандаш, так как он имеет как стирание, так и возможность создания. Активный. Жезл праведности Архангела Илеона привлекает несправедливых сторонок правосудию. Его методы нетипичны, так как он обычно отвечает за гигантские природные аномалии в макромасштабе, такие как стая саранчи и разжигание дождя в коррумпированных городах. Это идеально для правительственных несправедливостей и злодеяний во всем мире всех форм и размеров. Следующие три инструмента предназначены для того, чтобы помочь вам более ясно видеть обман и хитрость современного общества. Пассивенно в любой точке вашей юрисдикции. Видение Архангела Иаэля, также пишется Лаот, позволяет вам смотреть вне пространства и времени. Он не позволяет ничего скрывать от вас и отправляет свою систему оповещения, которая раскрывает скрытую информацию с молниеносной скоростью. У него есть опыт в демонстрации, поэтому ничто не может вас обмануть. Пассивный и активный, визуальный датчик Архангела Иаэля, также записанный Лаол, дает нам точную точку зрения. Этот инструмент может видеть непосредственно через ложные проекции и предлагает правду вашему вниманию различными способами. Пассивный, архивные ключи Архангела Радуриэля, дают вам доступа к новым областям знаний и мудрости. Это также дает вам лучший доступ к записям Акаши. Пожалуйста, обратите внимание, что следующие три инструмента являются методами лечения и могут быть отправлены удаленно любимым. Пассивная и агрессивная короткая дистанция. Сияющие лучи здоровья Архангела Калийзеля отгоняют все болезни и недуги. Он также может помочь в восстановлении уже причиненных заболеваний, его можно направлять в массы людей, а также в отдельных живых существ. Пассивная и агрессивная короткая и длинная дистанция. Сияющие сострадания Архангела Тилеля посылает сердечную любовь всем, кто находится в вашей юрисдикции. Это питательный аспект исцеления, и он обладает невероятной теплотой. Лучше всего привести это к спокойствию. Активная длинная или короткая дистанция. Лечебный посох Архангела Рафаила – всемогущая целительная сила, которая действует постепенно или интенсивно, в зависимости от того, как вы ее получаете. Он считается лучшим инструментом общего лечения. Назначение. 1. При осмотре Архангела Задии Келяугай возникли серьезные проблемы с внутренней земной инженерией вокруг ее внешнего ядра прямо под агротой. Это не является необычным, учитывая калибровки, которые мы только что провели несколько дней назад. Зайдите в нижний живот Земли, если вы обнаружите запутанную проводку, распутайте ее вручную. 2. Есть неограниченные ресурсы, доступные в космосе, и все они легко доступны в пустоте существования. Один из них – легкие фракталы, которые бывают разных форм и размеров, и все они имеют различные цели своего существования. 2. Сегодня мы будем призывать розовые фракталы для облегчения понимания нашей физической реальности. 3. Нарисуйте розовые фракталы со всех концов космоса и наложите их на все измерения нашей реальности, включая ту, в которой вы сейчас заняты. 3. Три тела человека имеет множество применений, одним из которых является проводник мира и позитивных перемен. Это означает, что мы не только загружаем метафизический мир для использования коллективом, но и излучаем его в повседневной жизни. Эта управляемая медитация предназначена для того, чтобы помочь вам сделать это в вашей реальности. Наслаждайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok